Добрый день, меня зовут Морозова Олеся, я вам представлю наше исследование. Выключаю презентацию. А, прошу прощения. Тема нашего исследования – это изучение поведения детей в возрасте от 3 до 6 лет в ситуациях, связанных с медицинскими манипуляциями. Итак, цель нашего исследования – это выявление взаимосвязи между отношением к заболевшим детям окружающих и взрослых и отношением самих детей к другим заболевшим. Задача исследования – это диагностика страхов, связанных с медицинскими манипуляциями у детей в возрасте от 3 до 6 лет, выявление взаимосвязи между детскими страхами, связанными с медицинскими манипуляциями и результатами детской игры. Также это изучение эмоционального взаимодействия ребенка с другим заболевшим в процессе игры и изучение эмоционального взаимодействия мамы с ребенком-пациентом. Также была выдвинута гипотеза, и она звучит так. Это травматичность опыта прохождения медицинских процедур детьми и отношение к детям окружающих и взрослых в период заболевания влияет на отношение самих детей к другим заболевшим. Итак, объектом исследования послужили 18 детей, находящихся в детских садах двух разных регионов России, города Ливна, Орловской области и Санкт-Петербурга, в возрасте от 5 до 6 лет, и 25 пациентов с онкологическими заболеваниями в возрасте от 3 до 6 лет. И общее количество исследований составило 43 человека. Естественно, исследование проводилось с полного письменного согласия мамы, которые давали согласие на участие своих детей в исследовании и собственное участие в данном исследовании. Методы исследования – это метод наблюдения, клиника диагностическое интервью с матерью пациента, и также все результаты были подвергнуты корреляционному анализу. Для исследования была выбрана сюжетно-ролевая игра «Больница». Цель ее – это изучение особенностей поведения, связанных с медицинскими манипуляциями, у детей. Так, детям предлагалось поиграть в сюжетно-ролевую игру «Больница». Роли и методы лечения выбирали с детьми свободно, и материалы также. Психологам же производилась фиксация времени, продолжительности игры, распределенных ролей, количество использованных материалов и способов взаимодействия с этими материалами. Материалы игры в одном наборе содержались и игрушечные медицинские предметы, и реальные медицинские инструменты, которые используются во врачебной практике. Итак, клиника диагностического интервью с матерью пациента состоит из следующих блоков. Это особенности беременности и родов, особенности раннего развития ребенка, социализации ребенка, болезни и постановки диагноза ребенку и больничных страхов ребенка. Итак, все результаты были сведены в такую таблицу. Я прошу вас посмотреть на то, что выделено красным шрифтом. Это давность последнего медицинского вмешательства ребенку. Так, в группе тень номер один за шесть месяцев до исследования дети проходили необходимую медицинскую процедуру прививки, а в группе тень номер два за три месяца до исследования. И пациенты, естественно, там за день, за несколько часов до исследования проходили необходимые медицинские процедуры. Итак, по результатам. Среди использованных материалов группы тень номер один города Ливны дети чаще всего использовали такие медицинские инструменты, как медицинский шприц и медицинский бинт. А из предметов это был муляж фонендоскопа. По использоватым материалам группы ТЕИ номер 2 Санкт-Петербурга дети чаще всего использовали именно медицинские инструменты, среди которых был медицинский шприц, иглокатетер-бабочка и лейкопластырь. И пациенты, мы видим значительное преобладание использования медицинского шприца, иглокатетер и лейкопластырь. Итак, манипуляциями в игре в группе ТЕИ номер 1 дети чаще всего ставили инъекции своим пациентам и проводили воскультацию звуков и эндоскоп. В группе ТЕИ номер 2 же дети проводили также постановку инъекций, при этом совмещали ее еще с наложением лейкопластыря. Пациенты же в большинстве случаев на своих пациентах также проводили постановку инъекций и капельниц, при этом все это еще завершалось наложением лейкопластыря. Итак, значимыми медицинскими манипуляциями в игре стали постановка инъекций и лейкопластырь. Мы видим значительное преобладание у пациентов именно этих процедур. При результате наблюдения за эмоциональным взаимодействием детей, за поведением в игре при взаимодействии с игрушкой пациентом, в группе ТЕИ номер 1 дети подбадривали своих игрушек, проявляли телесный контакт, поглаживали по местам постановки инъекций, обнимали. В группе ТЕИ номер 2 дети же проявили злость по отношению к пациенту и говорили, что игрушка сама виновата в том, что заболела. Как же реагировали дети пациента на своего пациента? То есть 8 детей провели телесный контакт, также поглаживали по местам постановки инъекций, обнимали. 8 молча проводили все процедуры на игрушке. Двое пациентов совершенно отказались доставлять какие-либо неприятные ощущения своему пациенту, и один пациент отказывал игрушку в сторону и говорил, что она сама все утерпит, а один проявил злость по отношению к пациенту и сказал, пусть тебе тоже будет больно. И важно отметить, что тогда роль пациента исполнял медицинский психолог. В результате беседы с детьми дети сами говорили о том, какие им наиболее неприятные медицинские процедуры. Так 13 пациентов не высказывали свое отношение к процедурам, 7 из них сказали, что они боятся уколов, трое сказали, что они ничего не боятся, все терпят. И один сказал, что его тошнит после наркоза, один отметил, что ему надоели таблетки. Так, в результате интервью на вопрос мамам, какие на ее взгляд наиболее неприятные процедуры для их детей, большинство мамы отметили именно постановку инъекций наложения лейкопластыря. Три мамы, две мамы, прошу прощения, говорили о том, что их дети стараются все терпеть, это были мамы мальчиков, и объясняли это тем, что они уже взрослые мужчины, которые могут все терпеть. Есть данная таблица сравнения ответов маленьких пациентов и их мам. И было также в ходе интервью, мы узнавали, как мама взаимодействует с ребенком в процессе лечения. Так, большинство мамы отмечали, что они разрешают проявлять эмоции своему ребенку во время и после провождения процедур, проявляют к ним сочувствие, большинство также выражают это сочувствие. И были мамы, которые отмечали, что они разрешают проявлять эмоции, но при этом дистанцируются от ребенка и говорят о том, что они не знают, как с этим справляться во время того, как ребенок кричит, орет. Также три мамы говорили о запрете на проявление эмоций для своих детей. И также были получены результаты корреляционного анализа, так как эмоциональное взаимодействие маленьких пациентов с пациентом отрицательно коррелирует с неприятными процедурами со слов самих пациентов. То есть это означает, что чем полезнее медицинская процедура для ребенка, тем меньше вероятность того, что он будет доставлять какие-либо неприятные ощущения другому заболевшему, и больше вероятность того, что он проявит к нему сочувствие. Также неприятные процедуры со слов пациентов отрицательно коррелируют с неприятными процедурами для ребенка по словам мам пациентов. И на наш взгляд это означает, что чем болезнее медицинская процедура для ребенка, тем больше вероятность того, что мама не признает этот факт. И также эмоциональное взаимодействие мамы с ребенком в процессе лечения отрицательно коррелирует с неприятными процедурами для ребенка по словам мам пациентов. И это может означать, что чем болезненнее медицинская процедура для ребенка, тем больше вероятность того, что мама позволит ему проявлять эмоции во время и после прохождения медицинских процедур и сама проявит к нему сочувствие. И выводы. Наибольший страх из результатов игры дети испытывают перед инъекциями. В игре дети чаще манипулируют теми медицинскими инструментами, которые доставляют им наибольший дискомфорт и причиняют болевые ощущения. С помощью манипулирования этими медицинскими инструментами дети показывают свое состояние во время, после прохождения медицинских процедур. И также с помощью этого манипулирования медицинскими материалами дети выражают отрицательные эмоции по отношению к медицинским манипуляциям. При этом эти отрицательные эмоциональные реакции могут по-разному подавляться либо родителями, либо медицинским персоналом. И вернемся к гипотезе. Можно сказать, что частично она подтвердилась. То есть травматичность опыта прохождения медицинских процедур детьми и отношения к детям окружающих и взрослых в период заболевания влияет на отношение самих детей к другим заболевшим. Это у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Алисия Олеговна. Я прошу прощения, не уходите, пожалуйста. Может быть, будут какие-то вопросы. Точно совершенно есть вопрос у меня. Поясните, пожалуйста, слайд, где группа 1 и группа 2. Дети, которые злились и говорили, что пациент сам виноват. Что это за разделение на группу? Кто первый, кто второй? Да. Мы не хотели их разделять ни по региону, ни как. Просто у нас была возможность посмотреть детей в детском саду. Но получились разные результаты. То есть группа детей номер 1 – это Орловская область дети. И они действительно подбадривали игрушку, как-то поглаживали ее, желали в невероятных слов для выздоровления. А группа детей номер 2 – все дети били, злились на игрушку этими всеми материалами. И на вопрос, что мы пожелаем игрушке, они все говорили о том, что она сама виновата в том, что заболела. Мы ей рассказывали, пусть там носит шапку, еще что-нибудь. Вот так. Правильно ли я понимаю, что во вторую группу вошли только дети Санкт-Петербурга, которые не являются пациентами? Да. В детском саду не являются. Спасибо большое. Интересное такое наблюдение. Злые питерские дети. Кристина Архановна, есть ли у вас вопросы? Я бы хотела сказать про то, что уже в 30-х годах прошлого века Мелани Клейн говорила о том, что маленькие дети, особенно дети на довербальном периоде, разворачивают свое переживание на какие-то другие объекты, как правило, неодушевленные и проигрывают какие-то травматические ситуации. То есть это, конечно же, вопрос к новизне вашего исследования. И второй у меня вопрос по поводу того, а как, основываясь на данных, которые вы получили, может быть, есть у вас какие-то рекомендации для практикующих специалистов? То есть да, мы это видим, мы видим, что так себя ведут мамы, так себя ведут дети. Надо ли что-то с этим делать, надо ли как-то иначе себя вести или работать с этими пациентами, или это обычный процесс, вот он такой вот есть, его можно заметить и оставить. Спасибо. Спасибо. Ну, наверное, сначала на второй вопрос. Да, вот эти результаты действительно, мне кажется, это прям диагностическая такая вещь, что мы видим, замечаем, как реагируют мамы, во-первых, на то, как дети проходят эти медицинские процедуры. И, наверное, это для профилактики взрослых медицинского персонала эти результаты будут, может быть, полезны. И я думаю, что можно как-то работать с мамами, при этом с детьми, в принципе, после диагностики вот этой игрой проводится тренинг, вот. И есть даже результат о том, что мамы говорят, что по релаксации по Джекобсену, мамы говорят, что они там лучше спят после этого. То есть во время этих процедур дети рассказывают, что с ними происходит. И поэтому потом, проводя этот тренинг, мама говорит, что они там начинают лучше засыпать. Либо во время процедур с помощью этого тренинга справляют, ну, как-то больше справляются с ними, не так реагируют. Вот. Вот это практическая такая значимость. Не заответила? Нет. По поводу новизны вашего исследования? Да, новизна. Я не поняла немножко по поводу Мелани Калинина. То есть… Да, я говорила про то, что вот то, что вы изучили и подтвердили, оно уже было изучено и подтверждено. То есть эта информация, она уже существует, да? Да. И аналитически разобранная, да, и с описанием механизмов, почему так это работает и так далее. А в чём новизна вашего? Да, ну, же есть просто вот такую игру, в принципе, как я нашла статью, используют только в Америке. То есть у них там есть целое специальное отдельное помещение, в котором они помогают вот этим справляться с этим эмоциональным напряжением в больнице. Они манипулируют этими игрушками. Вот. И в принципе всё. Большое спасибо. Спасибо.